Данный материал содержит элементы рекламы. Сейчас твое настроение мы проверим. А что проверить на моем настроении? Хорошо, потому что я узнала действительно неожиданную новость. Оказывается, глобальное потепление, на которое жалуется сейчас весь свет, приводит к неожиданным последствиям. Да, то есть Таис на меня постоянно, знаете, клеветала, говорит, Дима, у тебя машина с большим двигателем, значит, много выехал, значит, понимаешь, ты против, против, против экологии. Несешь вред окружающей среде, безусловно. Но чаще всего, конечно, она говорила просто, Дима, ты не даешь мне дышать. Из вредности, да. Но, тем не менее, я думаю, причина у этой фразы была именно такая. Так вот, значит, Сибирский федеральный университет создал определенную модель, то есть моделировал происходящее в ближайшем будущем. И вот, что показали испытания, проведенные совместно с коллегами из Китая, Германии и Канады. Прогнозируемые изменения климата, оказывается, могут привести к положительному росту лесов. То есть, как ни странно, действительно, изменения климата приводят к тому, что лесов становится больше. А что такое отрицательный рост лесов? Ну, я понял. Это по аналогии, когда их становится меньше. Да, то есть, это положительный прирост. Вот, что я имела в виду. То есть, в итоге мы имеем ситуацию, когда чем больше вы ездите на машине, чем больше вы загрязняете воздух, тем больше из-за этого растет температура, мы ощущаем последствия глобального потепления в виде прироста лесов, которые по себе больше лесов, больше потребления углекислого газа и больше выделения кислорода. Проблема решается сама по себе. Не надо делать ничего. Оказывается. То есть, вроде бы какой-то замкнутый круг, но при этом, знаешь, вот все-таки природа аккумулирует энергию, самовосстанавливается. К черту экологические запреты. Нет. К черту Гринпис. Гринпис. Планета сама все сделает. А Гринпис так вообще только для отмывания денег. Ну, на самом деле, да. В смысле, не, не, это я. 19 процентов. Вот такой вот показатель по сравнению со средним показателем с 51 по 2010 год. Это то, насколько процентов может вырасти на сейчас увеличение лесов. Хотим отметить, что то, что мы вам рассказали, связано исключительно с количеством углекислого газа. И то, эту теорию еще надо проверить. Хотя компьютерное моделирование показало, что оно право. Есть другая составляющая. Давайте не будем при этом все равно выбрасывать пакеты целлофановые, полиэтиленовые. Пластик оставлять. И так далее, и так далее. Потому что это с нашей новостью не связано абсолютно никак. Итак, а что же еще сегодня мы хотели рассказать полезного? Итак, сегодня в нашей программе 3D-космический корабль, лучший призыв к голосованию и минуткое умиление. Вельш Корги Кардиган. Но сперва поговорим о том, чем же сегодняшняя дата, 18 октября, примечательна в истории. Итак, для тех, кто только-только проснулся, сегодня 18 октября. В далеком 1978 году на Филиппинах именно в этот день завершился шахматный матч за первенство мира между чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул Виктором Корчным. Накануне при счете 5-5 партия была отложена с явным преимуществом Карпова. Корчной на доигрывание не явился, сдавшись через секунданта. Этот исторический матч длился 3 месяца. Состоял он из 32 разных партий и был очень напряженным. О других событиях сегодняшнего дня расскажем вам далее. 18 октября отмечает день рождения известный американский актер Жан-Клод Ван Дамм. За все годы своей кинокарьеры Ван Дамм так и не смог, хотя и пытался преодолеть рубеж боевиков и выйти за рамки картин, где основная ставка делается на владение восточными единоборствами. Такие фильмы, как «Сама волка» и «Двойной удар», в которых он был также и соавтором сюжета, принесли ему признание. Последующие картины с его участием, «Универсальный солдат», «Некуда бежать», «Легионер» и другие неизменно вызывали зрительский интерес. 18 октября 1867 года на Аляске был спущен российский флаг и поднят американский. Огромная территория на севере Америки перешла от России к США. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов. Критики в Америке считали, что деньги были потрачены впустую на гигантское количество льда. Сейчас штат Аляска занимает третье место среди всех штатов Америки по уровню доходов. Это процветающая территория, жители которой гордятся своей родиной. 18 октября 1961 года на экране впервые появилась легендарная комедийная троица «Бывалый трус и балбес». Режиссер Леонид Гайдай представил на суд зрителей 10-минутный фильм «Пес-барбос» и «Необычный кросс», в котором сразу же полюбившимся зрителям героев сыграли Евгений Баргунов, Георгий Витцин и Юрий Никулин. Уже в это воскресенье в Молдове состоятся всеобщие местные выборы и новые парламентские выборы в некоторых одномандатных избирательных округах. Центральная избирательная комиссия в рамках информационной кампании «Выбирают голосование» призывает избирателей прийти к урнам с помощью различных видеороликов. Молодые кинематографисты Анатолия Марковича, Наталья Фомина и Петр... Кстати, наша Наталья Фомина. Абсолютно верно. Наш корреспондент. И Петр Поломарюк. В своей работе говорят, что безразличие имеет последствия. Дима, а ты вот быстро засыпаешь? Конечно. На лету до подушки? Ну, на самом деле, да, еще не касаясь подушки. То есть пойду-ка я пасмур. Все, уже можно спать. Прелесть какая. А вообще, не знаешь, тебя в детстве укачивали или нет? В детстве, да, укачивали. Связано ли это как-то? Я не особо это помню. Ты знаешь, но мама говорит, да, укачивали. Потому что сейчас действительно люди разделились на тех, кто говорит, что детей надо укачивать, и тех, кто против этого. Оказывается, есть сторонники как теории укачивания, так и не сторонники теории укачивания. Как правильно, как правильно уложить ребенка спать, разбирались наши коллеги. Годовалая Левушка негодует, что это вдруг его вздумали укачивать посреди бела дня. А вот перед сном без этого ритуала малыш пока обойтись не может. Быстро успокаивается и засыпает. Еще бы подтверждают врачи, при укачивании происходит активизация вестибулярной системы и синхронизация мозговых волн, контролирующих сон. Предполагать, что это адаптивный механизм, ведь в утробе плод все время слегка покачивается. Но ключевое слово тут – слегка. Интенсивное движение вверх-вниз с широкой амплитудой и достаточно часто, но когда мы просто говорим, что трясут ребенка, это негативно влияет в первую очередь на вестибулярный аппарат. И может даже вызвать у ребенка синдром детского сотрясения. То есть это влияет на центральную нервную систему. При интенсивном встряхивании мозг малыша ударяется о стенки черепа, сосуды могут лопнуть от удара и начнется кровоизлияние. Поэтому вот так, хоть попей явно весело, укачивать малыша не стоит. Самые физиологически правильные движения – плавные стороны в сторону, придерживая головку и спинку. Врачи голосуют «за». Правда, каждая мама отлично знает, долго даже крову так держать трудно. Ребенок все-таки тяжелый, у нас нет сил все время укачивать. А тут положил, включил автоматический механизм укачивания и доволен, наслаждаешься. Ну или делаешь дела по дому. Устройств, которые помогают укачивать малышей в наше время – огромное множество. Шезлонги, люльки, кресло-качалки, кресло-качели. При выборе стоит обратиться внимание на обозначенный тип. Их два. Рокер – наиболее популярный механизм, действие которого заключается в равномерном раскачивании люльки или сиденья. И баунсер – техническая новинка, создающая пружинищие движения. Так работает совсем свежее изобретение, которое призвано облегчать жизнь родителям даже на прогулке с ребенком. Он устанавливается на коляску, он подходит абсолютно для любой коляски, устанавливается с помощью ремешка. И он покачивает вот таким вот образом. Единственное, что напрягает медиков в этой технической революции в области укачивания – это излишняя вибрация. Поэтому прежде чем приобретать устройство, стоит проверить, не сильно ли трясет малыша. Для совсем крошечек до трех месяцев специалисты советуют специальные укачивающие центры. Минус – они довольно тяжелые. Плюс – не просто раскачиваются, а делают плавные округлые движения. Точно, как на руках у мамы. Ну и, конечно, не стоит сбрасывать со счетов кроватки. Это классика. А вот это – ноу-хау. Кроватка, которой можно управлять, установив специальное приложение на смартфон. Здесь вы можете отрегулировать, выбрать режим качания. Несколько здесь есть режимов. Соответственно, скорость укачивания. И также здесь встроен датчик дыхания и датчик влажности пыли. Из такой кроватки малыш не захочет выбираться, анонсируют производители. А вот это не совсем правильно. Полностью делегировать обязанности по укачиванию дочки или сыночка умным гаджетам не стоит. Потому что укачивание – это не только инструмент для успокаивания. Это особый вид общения, который необходим малышу для психологического комфорта. Известная поговорка гласит «чистота – залог здоровья». Но что помогает нам создавать эту самую чистоту? Блюсти ее? Все. Конечно же, это современные всевозможные технологические устройства. Такие, как пылесос, как вариант. Вот сегодня с одним из таких технологических устройств к нам в гости. Практически уже как к себе домой пришла Антонина из компании «Топшоп». Доброе утро. Доброе утро. Что это за штука такая? Штука называется вертикальный пылесос. А точнее называется он «Шторм». Да, так как он обладает мощным всасыванием. И он от бренда «Ровус». Ага. Чем плохие горизонтальные пылесосы, классические, к которым я привык с детства? Этот пылесос, у него сразу несколько функций, он выполняет сразу несколько. И забудьте о неудобных, громоздких, вот этих вот больших ваших пылесосов из детства. Но вот швабры, веники, избавьтесь от всего. В случае с пылесосами из детства у меня был такой пылесос под названием «Ракета». Он был вытянутый такой. Он был очень похож на самолет. На нем можно было кататься. Вот с этой штукой такого-то не произойдет. На ней можно летать. Поэтому должны быть какие-то вещи, которые явно переплюнуты. Это конструктивный недостаток. В первую очередь, наш пылесос переплюнет все просто, я не знаю, с размахом, ценой своей. Уважаемые телезрители, звоните по номеру 022-264-102. Сегодня на такой пылесос скидка целых 60%. Это даже больше, чем половина. Всего лишь за 799 лев. Насколько, в чем конструктивные преимущества этого пылесоса? Воду затягивай? Смотрите, благодаря этому пылесосу вы сможете убирать абсолютно любую поверхность. Будь то ковер, кафель, ламинат, дерево. Шерсть домашних животных тоже. Нет, я имею в виду кота непосредственно. Ну, если он поместится, если у вас маленький какой-то. Возможно. Я что выделяю в данном пылесосе? Это то, что он все-таки простым нажатием кнопочки. Вы превращаете этот вертикальный пылесос в вот такой вот ручной режим. То есть можно еще вот эту вот щетку снять, и получается, можно будет там всевозможные поверхности, типа, я не знаю, там диван, например, да? Да, да, вот она. Удобная щетка для чистки мебели. Вы сможете убрать, почистить ваше любимое кресло, в машине прибраться, добраться куда-то. Смотрите, он довольно-таки легкий. Вот при помощи вот этой насадки вы сможете залезть куда-то там, какую-то паутину, которая скопилась у вас. Между сидениями автомобиля пролезть. Между сидениями автомобиля, под столом, крошки хлебные, опять же, ворс домашних животных. Ну, в общем, все очень. Тем более, что он очень легкий. Вот преимущество перед вашим пылесосом из детства. А это правда любопытно. Вообще, кстати, специалисты говорят, что делать пылесосом, протирать мебель, ну, пылесосить мебель необходимо раз в неделю точно так же. Ну, пол там вообще два-три. А желательно каждый день. А поэтому пылесос легкий, это, наверное, важная штука. Легкий, маневренный, очень удобный. Ну, и, конечно же, я не могу умолчать о его уникальной конструкции. Наш пылесос оснащен безмешковой конструкцией и моющимся хепофильтром и пылесборником. Вот этим вот. Ага. Что значит моющийся фильтр? То есть его просто надо достать оттуда, под струей воды сполоснуть, да? Да, показываю. Посмотрите, вот что такое хепофильтр. Это такое устройство, благодаря которому пылесос может затянуть даже самые мелкие частицы пылевых клещей, а также аллергены. А благодаря вот такой вот прорезиненной подушечке, вернее, не прорезиненной, она резиновая подушечке, аллергены будут попадать в пылесборник и не выходить обратно в атмосферу. И, соответственно, обратно никуда не выйдет. Да, да. Была история когда-то в детстве с пауком, которого я назвал Жорой, который я его пропылесосил обычным пылесосом, он потом из этого пылесоса выбрался. И это было на моих глазах, и это было страшно. Я понял, что пауки неубиваемые, насекомые, а вот с этим штуком он оттуда не выберется. Он никуда не денется. Поэтому если вы такие же арахнофобы, как я, то этот пылесос вам тоже пригодится. Он здесь поселится и будет жить. Опять же повторюсь, что такой фильтр вы сможете сами помыть под проточной водой. Безмешковая конструкция будет экономить ваши деньги, ваш кошелек, так как вам не придется постоянно менять изношенный. А вообще, как часто надо фильтр покупать? Фильтр, да, отдельно в нашей компании тоже продаются, но этого фильтра вам хватит надолго. Честное слово, не знаю, на сколько, но я уверена, что надолго. В общем, звоните по номеру 022-264-102. Уникальный, шикарный, многофункциональный, маневренный пылесос за 799 лев. Что такое 799 лев наше время, согласитесь? Более того, я вам скажу, что пылесосы, которые не обладают мешком и обладают меньшей мощностью всасывания, в итоге всасывают куда лучше, чем в конструкции, у которых есть мешок. Так как конструкция прямая, скажем так, и поэтому работает он лучше. У нашего пылесоса, кстати, 600 ватт мощность. Это довольно-таки высокий, хороший показатель. Ну что ж, вам спасибо, Антонин, за то, что, как всегда, приходите и показываете нам разные интересные вещи, которые облегчают жизнь хозяюшкам точно. Покупайте, Дмитрий, не только хозяюшкам, но и хозяевам, и одиноким, и... Я мороженец уже купил. Я чувствую, что следующий будет пылесос. Спасибо еще раз за визит. А вы, наши дорогие и горячо любимые, не забывайте покупать правильные вещи. Вот, и это важно. Ведь богат не тот человек, кто не тратит деньги, а тот, кто тратит их с умом. Правильно. Продолжаем наше утро. Данный материал содержит элементы рекламы. Инженеры из Соединенных Штатов Америки применили новейшие технологии 3D-печати для создания нового космического корабля, масса которого 2200 килограммов. Это, как отмечают официальные представители Центра передовых конструкций университета штата МЭН, самый крупный из объектов, созданный при помощи 3D-принтера. Длина судна составляет почти 7 метров. Для того, чтобы напечатать такой крупный объект на 3D-принтере, инженерам сперва потребовалось создать, собственно, этот 3D-принтер. Мы построили прототип самого большого в мире полимерного 3D-принтера, а затем напечатали на нем 7-метровый корабль. Это было непросто. Но, в конце концов, мы все-таки добились успеха. Говорят авторы технологии, отмечая, что 7 метров – это не предел для принтера. Хочется отметить, что это уже не первая история, связанная, которая происходит именно следующим образом. Мы хотели создать предмет на 3D-принтере. Для этого нам надо было сначала купить таких размеров 3D-принтер. Тем не менее, девайс, который расположен в Соединенных Штатах Америки, способен печатать объекты длиной до 30 метров и высотой до 3 метров. Сейчас создатели этого принтера готовятся к печати еще одного корабля. Для того, чтобы создать полимерный корабль на 3D-принтере, потребовалось 72 часа – крайне сжатые сроки. Ученые говорят, что подобные технологии будут широко применяться в будущем в строительстве. Поэтому можно будет не сомневаться в том, что нас ждут более крупные трехмерные принтеры. Дима, знаешь ли ты, как и большинство наших зрителей, что такое эпигаллокатахин? То есть ты сразу подразумеваешь, что я понятия не имею, что это такое? Полагаю, что нет. А ты права? Мало кто знает. Я не думал, что я когда-либо скажу это, но ты права. Хорошо. Как и Дима, не знает, и вы наверняка нет, но я расскажу, что это за вещество такое. Его очень много содержится в зеленом чае. И особенно оно полезно тем, кто лечится, в особенности антибиотиками. Не говоря уже о других полезных свойствах, о которых нам недавно рассказали британские ученые. И на этот раз им стоит поверить. За полугодовое лечение тромбофлебита москвичке Ирине пришлось сменить не один антибиотик. Многие препараты во время длительного лечения переставали действовать. Некоторое лекарство очень сильно влияло то на желудок, то головные боли появлялись. И они как бы не шли. В последние годы, признаются врачи, ко многим классам антибактериальных препаратов у пациентов действительно развивается устойчивость. В том числе и из-за частого приема. Особенно сложно лечению поддаются инфекции, вызванные синегнойной палочкой. Эта бактерия провоцирует заболевания дыхательных путей и кровотока. Но из-за особенности ее строения подобрать препарат бывает крайне проблематично. Так как у нее есть специальный фермент, это бета-лактомаза. Она обладает резистентностью, то есть нечувствительна к таким антибиотикам, как пенициллина и цифалоспорина. И у нее есть еще такой фермент, как ацетилтрансфераза и нуклеотидаза. Которая обладает устойчивостью к антибиотикам такой группы, как аминогликозиды. Обычно в таком случае врачи прописывают несколько препаратов. А вот ученые из университета Сурея заявляют, в борьбе с бактерией поможет обычный зеленый чай. В напитке содержатся эпигалокотехины. Якобы эти соединения способны активировать антибактериальные препараты, особенно те, что борются с синегной палочкой. Наши врачи к такому заявлению относятся скептически, хотя сомнений в уникальности эпигалокотехинов нет. Они на уровне клетки обеспечивают выведение токсических элементов и не доводят до развития какой-нибудь вирусной или усиливают состояние антиоксидантной самой клетки, не позволяют в этой клетке порождаться любому вирусному или бактериальному процессу. Благодаря таким свойствам эпигалокотехина врачи советуют налегать на этот напиток в сезон гриппа и простуд. Удивительно, но присутствует соединение именно в зеленом чае. На этом полезные свойства напитка не заканчиваются. Подавляет рост патогенных бактерий, таких как стрептококус мутанс, который вызывает кариес. Также он подавляет рост гликобактер пилори, который вызывает язву желудка. Между тем, полезные компоненты сохраняются только в первые 15 минут после заваривания. И, конечно, самый лучший чай тот, что продают на развес. Ведь так, считает Ли Юн, приехавший в Россию с Китая почти четверть века назад, можно детально изучить внешний вид листочков. У каждого определенный чай есть определенная форма скрутка. Вот этот чай, например, Сюнин Сун Ло, который называется, форма спирали. И дальше цвет. Цветы должны быть разные, делены по-разному. Не всегда делены. Бывают желудоватые, бывают темные, бывают светлые. Аромат должен быть свежим и никаких поломанных веточек, и тем более чайной пыли. Сам вкус напитка бывает чуть горьковат, но после вкусе обязательно приятные, даже чуть сладковатые. На бегу это заметить невозможно. Не зря у китайцев чаепитие, это целый ритуал. У нас даже вместо добротной заварки, как правило, пакетики. Мелкодробленная крошка, она не так устойчива к хранению, допустим. То есть лист очень сильно контактирует с воздухом. То есть у него площадь поверхности большая, контакты. Получается, что он быстро отдает свой вкус, аромат, даже при обычном хранении. Здесь аромата даже такого нет. Поэтому лучше не лениться и заваривать зеленый чай самим. И неплохо, кстати, начинать с него день. Бодрит этот напиток не меньше кофе. А за счет аминокислоты L-тианин, одной из свойств которой поднимать настроение, считается хорошим антидепрессантом. К новостям политики. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэк Тусан, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Да, как отметило агентство, председатель Госсовета КНДР въехал на самую высокую вершину Корейского полуострова на белом коне по первому снегу. Это не только красиво, но, оказывается, еще и эпично. Его поход верхом на коне на гору Пэк Ту является великим событием, имеющим огромное значение в истории Корейской революции. Он, сидя верхом на коне на вершине горы Пэк Ту, с глубокими эмоциями вспомнил путь тяжелой борьбы, который он прошел для великого дела строительства самой могущественной страны с верой и волей, подчеркивается в материале. Вообще Ким Чен Ын прикольный. Вот прикольный дядька. Он обладает очень-очень маленькой страной, руководит. Маленькой, но гордой. А на самом деле смог большой кукиш показать очень многим большим странам. Да, Пэк Ту-Сан, это я говорю о горе, является самой высокой точкой корейского полуострова. 2750 метров, это вам не шутки. По легенде, с нее спустился основатель народа Тангун, поэтому вершина эта считается священной. Вот он, принц на белом коне. Хотя, честно говоря, не будучи в Северной Корее, я бы так не шутила, находясь там. И снова доброе утро. Сегодня мы приготовим то, что понравится 100% вашим детям. Да, потому что дети любят есть всякую гадость, поэтому мы сегодня будем готовить гадость. Нет, мы сегодня будем готовить ходок из хлеба, при этом заменив все вредные ингредиенты на полезные. А что такое ходок? Ходок – это горячая собака, что, не знаю, что ли? Это тот, который идет за чем-то в магазин. А, входит. Нет, это значит не то, ладно. Это ходок. Ладно, правда, мы сегодня готовим американскую версию хот-дога, потому что мы почему-то едим его абсолютно в другом варианте. Но интересную вариацию хот-дога мы как раз сегодня и приготовим. Для этого нам нужны… Тостовый хлеб, тостовый сыр, сосиски. Тостовые сосиски. Да, 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 обязательно. Яйцо одно, да. Тостовое. Тоже обязательно тостовое. И тостовая горчица. А тостовая в том плане, что это тост поднимается при помощи… Подожди, рано еще для тостов. Нет, а, нет, не будем текаться. Нет, нет, нет. Хорошо, все. Значит, прежде всего мы берем хлеб. Мужское занятие – раскатать хлеб. То есть берем скалку… Мужское занятие – закатать этот хлеб в асфальт. В асфальт? Да. А я, как женщина, по твоим понятиям, должна бы взять скалку в руке, да и слиться с ней воедино, да? Вообще, как женщина, ты должна была взять скалку, раскатать тесто, выпечь хлеб. Ну, так кто же знает, может быть, я этот хлеб и пекла. Я, знаешь ли, могу, а ты там сильнее дави, сильнее. При этом 180 градусов в духовке, ставьте ее заранее на разогрев. Прекрасно, меня устраивает. Мы будем составлять интересную конструкцию из всего этого. Хлеб, который мы предварительно чуть-чуть разминаем, смазываем горчицей. Можно при этом использовать американскую горчицу. Она гораздо менее острая, она такая сладковатая, более густая. Слушай, давай будем откровенными, потому что америкосы боятся есть нашу нормальную горчицу. Это правда. Берете, значит, самую-самую ядреную горчицу. Нет, 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 не надо. Мажете толстым слоем. Детям такого нельзя. Да и, в принципе, не каждый взрослый вынесет такое острое блюдо. Сосиски детям я бы тоже как бы не особо рекомендовал. Ну, слушай, молочные детские сосиски, они же есть, очень даже полезные. Ну как, не полезнее куска мяса, конечно же. Так, значит, намазываем горчичкой. После этого положим тостовый сыр. Затем горчицу сделаем кораблик при помощи зубочистки. То есть мы для чего и раскатываем хлеб, для того, чтобы он был более гибкий, и для того, чтобы из него потом можно было бы соорудить конструкцию. Слушай, честно говоря, я никогда в своей жизни не думал о том, что я когда-либо с калкой буду раскатывать хлеб. Вот так вот, Дима, сколько много, как много неизведанных занятий тебя может встретить на нашей кухне, когда ты находишься рядом со мной. Давайте с утра не будем про неизведанные занятия. Мне есть что рассказать. О, да? Но нас могут смотреть дети. Так они нас и смотрят. Так, вы знаете, с тостовым сыром иногда приключаются неудачи. Хорошо, что у нас есть дополнительная порция сыра. Но ничего, зато вкуснее будет. Ладно, в любом случае он красиво расплавится, и поэтому не будет занятий. Это правда. Вот, тем временем я уже практически все сделала. А может, я тебе тарелочку дам, так, чтобы ты туда все это выкладывала? А я сейчас уже прямо на противень выложу. Смотрите, какая конструкция. Вот он, кораблечек. И прямо сейчас зубочисткой, зацепив и хлебушек, и сосиску, и другую часть хлебушка. Вот она получилась, такая конструкция очаровательная. Так, и тут поднимается вопрос, зачем нам яйца? А яйца для того, чтобы... Стоп. Дело в том, что яйца из любого неполезного завтрака делают полезнее. Поэтому... Это твоя версия. А дай мне, пожалуйста, противень сюда, чтобы я не ходила, да и не мешала тебе. Держи. Благодарю. Берем противень, вот так, берем хлебушек. Давай я буду смазывать, а ты конструируй вот эти вот свои кораблики. А ты конструируй, конструируй. Я не хочу конструировать кораблики. Тебе не понравилось? Мне это в детстве не нравилось, сейчас мне это тоже не понравится. Тогда не забудь о том, что тебе надо яйцом смазать и одну, и другую сторону, чтобы все равномерно потом подзолотилось. Ты тогда давай быстрее конструируй. Давай. Эти вот прищепки. Зубочистки. Так, пожалуйста. Благодарю. Вообще, ты любительница фастфуда? Честно говоря, я не знаю людей, которые были бы не любителями фастфуда, потому что вкусовые качества чаще всего действительно очень даже... Ты сейчас с этим человеком разговариваешь. Ты не любишь? Я никогда в своей жизни не ел кебабы, гамбургеры. Ой, врет, заливает. Заливает. Нет, на самом деле, если выбирать, то редко кому действительно по вкусу предпочтительно здоровая пища, нежели фастфуд. Но... А все дело в том, что наш организм... Дело в осознанности. ...пытается запастись лишними калориями. Подсознательно он это делает абсолютно. Особенно сейчас зимой, когда перед холодом. Поэтому мы зачастую выберем, несмотря на какие-то вкусовые качества, мы выберем вредную еду подсознательно, просто потому что организм попросит нас запастись немножко калориями на всякий случай. Мало ли, следующего приема пищи не будет. Да, я всегда так делаю. Ты знаешь, и подсознательно, и неосознанно. Ну, вот тебе не скажешь, знаешь, ты не похожа на человека, который по вечерам ест так, как будто следующего приема пищи не будет. Как хорошо, что этого пока не видно. Но через какое-то время, если я буду продолжать, то уже духи вы все это умеете. Вообще ты только что могла сказать спасибо за комплимент. Спасибо за комплименты, я просто, знаешь... Но это был не комплимент. Растерялась на самом-то деле. От тебя до комплимента дождаться большая редкость. Ой, 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 цени их, раз они редкие. Вот именно. Что я и делаю. Отколопываю сыр еще параллельно с тем, как ценю твои комплименты. Хорошо, да. На самом деле... Вот сейчас брошу все, знаешь, и начну ценить твои комплименты, да. А могла бы. Так, все, моя конструкция готова. У тебя как дела? Ты переворачиваешь, переворачиваешь? Конечно, я это делаю быстрее, чем ты. У нас заканчивается горчица, Дима, что делать? Что делать? Кто-то останется без горчицы. Ой, это для меня, потому что я острое не очень люблю. Былает реклама, кто пойдет за клинским. А вот тут то же самое, кто сбегает за горчицей. Кто сбегает за горчицей. Я уже практически все сделал. У меня тоже практически все. Только тебя, на самом деле, и ждем. Останется буквально один кусочек без горчицы. Я думаю, что потерпим. Кто там, поднимите руки, кто не любит острова. Бутерброд останется вам. Ты не любишь острова, поэтому ты будешь лопать. Хорошо. Все, пожалуйста. Вот так. И красота. Наша. А ты раскладывай их подальше друг от друга, чтобы они друг другу не мешали. А, чтобы они равномерно выглядели на противне. Конечно. Чтобы потом этот принт, паттерн, знаешь, из бутербродов получился очень хорошим. Ты просто готовишься делать фотографии в Инстаграм. Абсолютно верно. Понял. Все, да. Все должно быть красиво. Честно говоря, когда я готовлю и каждый раз говорю о том, что должно быть красиво, я потом смотрю на то, что остается после моих процессов приготовления, все вот эти вот крошки раскиданные, и думаю, кого я обманываю? У меня никогда не бывает идеально чистой кухни, но это нормально, это же жизнь. Благо, готовишь ты очень редко. В основном все это происходит именно здесь, на кухне. На кухне телеканала РТС. Раз из пяти. Четыре раза я готовлю, один раз. А рецепт это кто несет в дом наш телевизионный? Тоже не правило. Так, пожалуйста. Ты с двух сторон уже обмазал? Конечно, с двух. Все, молодец. Два раза уже меня не спросил. Я решила убедиться, знаешь ли. Это мой перфекционизм. Куда же без него. Итак, 10 минут в духовке на температуре 180, при температуре 180 градусов. И это все, что потребуется нашим хлебным хот-догам для того, чтобы они получились аппетитными и готовыми. Вообще, хотим отметить, что, конечно, для нас это большой риск. Мы не знаем, какими они получатся. Нет, ты знаешь, у нас духовка Ханса, поэтому все у нас будет непременно здорово. А я хотел сказать, что у тебя есть шансы простого лосица. Надеемся, что этого не произойдет. В общем, все, готовы, красивые, я надеюсь. Мы пошли на рекламу. Когда вернемся, будем дегустировать. Вот и прошло несколько минут, и за это время наши хат-доги, ходоки, как сказал Дима, уже успели приготовиться. На самом-то деле, там же все готово, только чуть-чуть надо было запечь, чтобы сыр расплавился, и чтобы яйца подзолотили всю их структуру. Обрати внимание, я даже не смог дождаться момента, когда ты закончишь говорить, чтобы не вытащить их поскорее. Вот такая пренеслась. Какие хорошенькие. Слушай, действительно получилось все здорово. Мне нравится. Итак, напомним, что для того, чтобы сделать такие конвертики, мы хлеб для тостов раскатали, а дальше, с калочкой обычной, а дальше смазали горчицей, сыр, сосиски, закрепили все, скрепили точнее, это зубочисткой. Вот и получились у нас быстрые и вкусные хат-доги. Да, процесс приготовления занял минут 8-10. Меньше даже. Максимум, это в месяц запекания, я имею в виду, раскатать, выложить все. В общем, я уверен, вам понравится. Приятного аппетита. Спонсор показа – Ханза. Ханза, guten аппетит. Американское космическое агентство НАСА представило два новых скафандра, которые будут участвовать в лунной миссии «Артемис». На их основе уже сконструируют скафандры для Марса. По словам главы НАСА Джима Бранденстайна, нынешний скафандр для поверхности Луны – это большой шаг вперед по сравнению с программой «Аполлон». Так, извините, сколько времени прошло после программы «Аполлон»? Новый скафандр при этом не имеет ни молнии, ни кабелей, на которые ранее жаловались космонавты. Кроме того, он лучше защищен от радиации и всеразъедающей лунной пыли. Эми Рос, ведущий дизайнер в команде создателей скафандра, пояснила, что он способен поддерживать лунные прогулки длительностью до 8 часов. Плюс еще один час для ресурса зарезервирован в случае нештатных ситуаций. Скафандр рассчитан на эксплуатацию при температуре от минус 157 по Цельсию до плюс 93 градусов, тоже по Цельсию. Второй скафандр будет использоваться в космическом корабле, преимущественно для взлета и посадки. В случае необходимости астронавт сможет находиться в нем до 6 дней. НАСА планирует после полувекового перерыва отправить астронавтов на Луну в 2024 году, а после 2028 года создать на Луне постоянную базу, рассчитанную на 15 лет эксплуатации. А вот уже основываясь на полученном опыте, НАСА планирует отправить астронавтов на Марс уже в 2030-х годах. Многие стиральные порошки не только отбеливают, но и парфюмируют. На самом деле, чего только не наобещают в рекламе. Как же правильно выбрать стиральный порошок? В этом разбирались наши коллеги. Все-таки не серьезно, народ, эти мужики. Посмотришь, вроде солидный человек. Кандидат наук каких-то. Я ему черти что плету. Такую лапшу на уши вешают. А он чего слушает? Еще недавно стирка была настоящим ежедневным ритуалом, во время которого хозяйки, подобно героиням легендарного фильма «Москва слезам не верит», успевали поболтать с подружкой, обсудить последние сплетни и даже успеть решить важные вопросы. Казалось бы, сегодня процесс автоматизированный, максимально прост. Закинул вещи в барабан и ушел по своим делам. Однако не все так просто. Многодетная мама Любовь Скурихина уверена, современная хозяйка должна разбираться в порошках не хуже профессионального химика, чтобы добиться оптимального результата. Сложность здесь в том, что тебе не просто положить нужно все в стирку, в стиральную машину и вытащить оттуда чисто белье, но это какие-то пятна, с которыми нужно что-то заранее сделать. Молодая мама уверена, импортные порошки отстирывают лучше, чем произведенные в России. Мы стали пользоваться австрийскими жидкими средствами для стирки. Вот я теперь чувствую очень сильно едкие запахи порошков обычных, химических, которые там не выстирываются. Поэтому мы перешли на жидкие вот такие натуральные средства для стирки. Впрочем, причина не в натуральности порошка. Это лишь рекламный трюк. А в самой формуле вот основные группы компонентов. Энзимы. Их молекулы расщепляют белковые, жировые или крахмальные загрязнения. Фосфаты устраняют жесткость воды и защищают спираль машины от накипи. Активный кислород призван отбеливать белье. И, наконец, главный элемент – поверхностно-активные вещества. Их задача – разрушить связь между загрязнением и тканью. Именно от процента содержания папы зависит показатель отстирываемости и цена порошка. У дешевых порошков обычно указано как раз-таки меньше пяти количества. У более дорогих или средней ценовой категории количество пап варьируется от 5 до 15%. А вот разноцветные гранулы, ароматические добавки, да хоть пыльца единорога – не более, чем уловка маркетологов. И никакого волшебного эффекта, конечно, не даст. Так же, как и новомодный режим стирки, например, эко, якобы не загрязняющий окружающую среду и сберегающий электричество. При эко-стирке стирается на низких оборотах и вода, по-моему, не превышает 40 градусов. Соответственно, плохо промывается порошок, накапливается очень много и мусора, и бактерий, и микробов, которые потом, впоследствии, оказываются на ваших вещах. Поэтому быстрая стирка подойдет только для слабо загрязненных вещей. В остальных случаях лучше придерживаться общепринятых мировых стандартов. Режим 90 градусов отлично подходит для постельного белья и полотенец из хлопка. 60 градусов для синтетики. На 40 стираем шерстяные вещи. Еще один популярный миф – не используйте средства от накипи – убивайте стиральную машину. Производители специальных средств очень хотят, чтобы мы думали, что только их волшебные составы спасут барабан. Все рецептуры стиральных порошков включают в себя вещества, которые смягчают воду и препятствуют образованию накипи и налета на барабане стиральной машины. Специалисты говорят, не так важно, какой именно порошок вы выбираете – раскрученный, дорогой или дешевый – важно соблюдать культуру стирки, сортировать белье по цветам, по типам ткани и по степени загрязнения. Два молдавских университета были включены в рейтинг лучших университетов Европы и Центральной Азии с переходной экономикой. Однако, согласно рейтингу, государственный университет Молдовы расположился на 320-й строчке, а технический университет Молдовы – на 321-й. Верхние позиции в списке занимают три российских университета. Это Московский государственный университет имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет. Всего в рейтинг вошло 350 вузов. Дима, знаешь ли ты, кто такой Вельшкорди Кардиган? Вельшкорди Кардиган, да? Нет, это не Валдис Пельш, не о нем речь. Не латышская собака. Ладно, на самом деле, Вельшкорди, да, знаю, это такие собаки с маленькими лапками, и они очень симпатичные. Вот, вот, вот. А при чем тут кардиган? Это новое слово в мире моды собачьей? Нет, это все еще о собаке. Предки породы Вельшкорди Кардиган были заведены кельтами при освоении территории Британских островов во времена Бронзового века. Первое упоминание этой породы датируется 10 веком. Говорят, кстати, что это маленькая собака, по сути, своей лиса, поэтому в квартире ее держать нежелательно. Такой концерт в исполнении представителя породы Вельшкорди Кардиган – настоящая редкость. Эти собаки, конечно, славятся тем, что умеют чувствовать настроение, но вот чтобы реагировать на смену мажорных и минорных тональностей – это уже особый талант. Так что корги – настоящие виртуозы использования собственного слуха и голоса. Этот навык представители породы оттачивали не одно поколение. Вы слышали знаменитые лайкорги. Все, наверное, знают, что корги – это пастушья собака, и поэтому голос – это его рабочий инструмент. С помощью этого голоса они давали понять коровам, что нужно двигаться в нужном направлении и слушаться эту собаку. В роли пастушек собак кардиганы использовались, начиная с 10 века. Малой родиной породы принято считать Уэльс – графство кардиган-шир, в честь которого четвероногие пастухи получили свое название. Верные помощники выпуси домашнего скота столетиями работали бок о бок с человеком, что и стало основой для их добродушной и компанейской натуры. Кардиганы быстро привыкают во всем ориентироваться на хозяина и практически не имеют стремления к самостоятельности. Этим щенкам два с половиной месяца, и мы сейчас уже можем увидеть, что это щенки с типичным поведением для кардигана. Это прекрасные компаньоны, они отлично взаимодействуют с человеком, с удовольствием участвуют во всех играх, которые он им предлагает. Мы решили предложить щенкам игры с различными канатиками и погремушками. Для малышей большое количество игрушек особенно актуально. Играя, щенки способны быстрее адаптироваться к незнакомым людям или новому месту. Что касается взрослых собак, то тут уже домашними играми не обойдешься. Кардиганы пусть и приземистые, но все-таки овчарки. И гулять с ними придется не меньше, чем с крупными собаками. Два раза по полтора часа или час очень активный. Мы решили выбрать второй вариант и предложили питомцам максимально активную прогулку. Заодно проверим, как долго такая приземистая собака сможет выдерживать интенсивную нагрузку. В течение получаса мы бросали пулер, бегали на перегонки и играли в различные варианты догонялок. Кстати, о коротких лапах. Есть мнение, что это результат не только скрещивания, но и естественного отбора. Ведь порода изначально рабочая, а потому в ней всячески закреплялись признаки, которые позволяли лучше справляться с пастушьими обязанностями. Их небольшая высота объясняется тем, что им приходилось достаточно многое часто бегать среди крупного рогатного скота. И чтобы не попадаться под копыта, им приходилось, соответственно, прижиматься ниже к земле. Так что выживал не сильнейший, а тот, кто мог лучше уворачиваться от копыт, то есть самый низкий и коротколапый. Помогать человеку в любую погоду позволяла и густая шерсть корги. Она создает воздушную подушку, которая защищает собаку как от холода, так и от жары. Шерсть у корги нельзя стричь, потому что меняется структура, она становится мягкая, и зимой собака быстрее замерзает. Помимо того, что эти собаки превосходные пастухи и спортсмены, они оказываются еще и неплохие актеры. Несколько столетий назад представители породы пользовались особой популярностью у бродящих цирковых труб. Это доказывают питомцы Алены Шакун, Берри и Астер. Это наш любимый пенек в парке, и у нас получается шоу одного актера. Пес выполняет на нем прикольные трюки. Берри, прыгай. Молодец. Покажи зайку. Только вот представлению не суждено было длиться слишком долго. Виной всему охотничьи инстинкты питомцев. Они могут резко побежать за белками, могут рвануть поводок, и мне приходится бежать вместе с ними. Кардиганы подойдут и для квартирного содержания. Главное, чтобы вы были готовы к тому, что даже при регулярном вычесывании от них все же будет оставаться некоторое количество шерсти. В награду за вашу заботу питомцы станут преданными друзьями. Они готовы одаривать своим вниманием и лаской сутками напролет и проводить с вами буквально все свое время. Собаки очень хорошо понимают мои эмоции. Если вдруг мне грустно, они приходят, ложатся под бочок, успокаивают меня, смотрят со мной грустные фильмы. Очень счастливы, если меня не было дома. Хотя бы пять минут, если я вышла в ближайший магазин у дома, я прихожу, и как будто они не видели меня целый год. Помимо этого, кардиганы обладают развитым интеллектом, а потому могут понять желание хозяина побыть в одиночестве. Правда, высокий уровень интеллекта позволяет питомцу иметь, так сказать, и свой взгляд на вещи. Потому даже если собака воспитана и правильно обучена, она все равно иногда может поступать по-своему. Первоначально собакам запрещали спать в кровати, но ночью они все равно пробирались. Обнаруживала я их только утром. Никакие лежанки не помогали. И в итоге просто стали разрешать собакам спать в кровати. Если вас не смущает избыток нежности к своему хозяину, то вполне возможно, стоит задуматься о том, чтобы завести себе такого питомца. Среди неоспоримых плюсов породы – ориентация на человека, ум и способности к дрессировке, пригодность для содержания в квартире. Есть, конечно, и свои сложности. Трудоемкий уход за шерстью во время линьки, потребность в нагрузках, ненадежные сторожа – слишком любят людей. Плюсы и минусы лучше взвесить еще до того, как отправиться в питомник. Ведь увидев такого щенка, вы уже не сможете устоять перед его обаянием. Еще при жизни его называли феноменом и гением. Еще бы. Он открыл в электрогитаре бесконечное количество новых возможностей. Говоря о его новшествах, критики подчеркивают, что он расширил диапазон, и словарь электрической гитары изменил лицо рок-музыки. Изменил лицо рок-музыки, оно с этого момента стало более темным. Джимми Хендрикс. Тем не менее, американский гитарист-виртуоз, певец и композитор в 2009 году журнал «Тайм» назвал Хендрикса величайшим гитаристом всех времен. Широко признан, как один из наиболее смелых и изобретательных виртуозов в истории рок-музыки. И сегодня его счастливый случай. Говорили, что с гитарой он обращался, как с любимой женщиной. Нежно, страстно, с закрытыми глазами. Неудивительно, что его признали величайшим гитаристом всех времен. И любой американский мальчишка, разучивающий свои первые аккорды, сразу скажет, что равняется на него, великого Джимми Хендрикса. Судьба выдала Джимми только 27 лет жизни. Но за этот срок он добился невероятной славы. Ведь считают, что он полностью изменил облик гитары как инструмента. Но как бедному мальчику из Сиэтла, из неблагополучной семьи, чьи предки были чернокожими рабами и индейцами Чироки, удалось очаровать весь мир? Конечно, его путеводной звездой была удача. Или, как еще говорят, счастливый случай. Я не знал, что такое семья. Отца я увидел в три года. Он тогда вернулся с фронта, участвовал во Второй мировой войне. Война страшная вещь. Отец стал пить, и мама вслед за ним. А потом родители развелись. И суд решил, мы будем жить с папой. Казалось бы, о чем может мечтать нищий мальчик из неблагополучной семьи? Еда, крыша над головой, новые ботинки. Но Джимми мечтал о гитаре. Ведь счастливым этого никого не нужного мальчика делали лишь песни любимого Элвиса Пресли. И гитара – ключ к величайшему счастью творчества. Только мальчик даже не осмеливался зайти в музыкальный магазин. Его отец никогда бы не нашел денег на инструмент. В школе 10-летний мальчик никогда не расстается с обычной шваброй. Очень уж она похожа на гитару. Учителя даже обеспокоились психическим здоровьем ребенка и написали письмо отцу Джимми с просьбой купить мальчику инструмент. А отец в ответ просто избил парня. Как-то я нашел на помойке гавайскую гитару. Правда, там была только одна струна. Знаете, мне и одной хватило для счастья. Оставшись без детей, от горя мама Джимми стала пить еще больше. И однажды мальчик получает страшное известие. Маму погубил цирроз печени. Ей было 30 лет. Она была совсем молодой. Я не хотел травмировать сыновей и запретил им идти на похороны. Налил им по стакану виски и потребовал выпить. А потом сказал, вот как настоящие мужчины должны переживать потерю. Сейчас мне жаль, что я так поступил. Но может после этого в сердце бывшего военного что-то дрогнуло, и он купил Джимми простую дешевую гитару. Но и на ней мальчик научился великолепно играть. Только вот больше ничего парень не умел. И когда 18-летний нищий Джимми однажды увидел кошелек внутри припаркованной чужой машины, он не удержался. Сирена, полиция, арест. И судья предлагает выбор. 10 лет тюрьмы или служба в армии. Конечно, я выбрал армию. Но там был настоящий ад. Жестокость, дедовщина, насилие. Я порой думал, уж лучше тюрьма. Но и в армии Джимми не расстается с гитарой. И когда его демобилизуют после травмы от неудачного прыжка с парашютом, в характеристике пишут, парню не быть военным. Он прирожденный музыкант. И эта характеристика мотивирует Джимми. Вместе с верной подругой-гитарой он уезжает в Нью-Йорк покорять большой город. Джимми поселился в Гарлеме в отеле Тереза. Когда-то это был дорогой президентский отель, где останавливались Никита Хрущев и Фидель Кастро. Но в конце 60-х Гарлем был бедным и криминальным районом. А отель превратился в заброшенное здание. Именно в этом, легендарном клубе Гринвич Вилледжа Джимми выступает каждый вечер, чтобы заработать себе на жизнь, конечно, не собственными песнями. Здесь он гитарный подмастерие, подыгрывает местным музыкантам. Но талантливого парня никто не воспринимает всерьез. Бедность, цвет кожи, врожденные скромности, это все как клеймо. Джимми бы наверняка снова стал подворовывать от безысходности. Но судьба словно приберегла для Джимми чудо. В клуб однажды зашла девушка Кита Ричардса, гитариста великих Роллинг Стоунс. Увидев Хендрикса, она остолбенела. Этот чернокожий мальчик играл лучше, чем Кит Ричардс. Она не могла поверить, что я нищий, который живет в заброшенном отеле. Все переспрашивала. Вы, наверное, рок-звезда. Я думал, она просто шутит. Но девушка не шутила. И тем же вечером организовала Джимми встречу с Роллинг Стоунс. Те сразу поняли, этот стеснительный паренек настоящий бог гитары. И бескорыстно помогли Джимми, устроив ему встречу с нужными продюсерами. А дальше ошеломительный успех. Альбомы, гастроли и легендарные выступления на фестивале Вудсток. К сожалению, несчастное детство так и осталось шрамом на ранимой душе Джимми. Может, поэтому он не задержался в этом мире. Но его дар по-прежнему с нами. Уже больше сорока лет прошло с его смерти. А все начинающие гитаристы по-прежнему равняются лишь на Джимми. Человека, в чьих руках гитара могла и петь, и плакать. Вот и завершилось утро 18 октября. Да, было оно, я надеюсь, прекрасным, по крайней мере, у нас точно. Да уж. И на этом мы пожелаем вам прекрасного дня в продолжении. Увидимся с вами в понедельник. С вами были Дмитрий Спилаков и Таиса Разумовская. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Одежда ведущей предоставлена магазином «Орсей». Редактор субтитров А.Семкин